Пользователь Reddit, какие тупые выходки совершал ваш учитель в школе? Самые непрофессиональные поступки. Мой старый учитель английского языка вырвал монитор, который служил дисплеем для измерителя сахара в крови. Думая, что это был телефон, учитель не хотел верить в то, что это не телефон. Он на ходу вырвал дисплей из его измерителя. Из-за потери такого важного устройства мальчик больше не мог сидеть на уроке, так как ему в любой момент могло стать плохо. Из-за этого школьная медсестра и учитель потеряли работу. Отредактированная часть людей, читавших этот пост, думают, что это было в США. Но случилось это на самом деле в Австралии. У меня тоже был учитель, который поступил также с учеником. Но, насколько я знаю, ему руководство не сделало выговора. В другой раз он кричал на студента, чтобы тот молился стоя. Начал что-то говорить ему про верность. В конце он добавил, что у тебя ноги сломаны, что ты не можешь стоять и молиться. Ученик был в инвалидном кресле. Я сломал ногу в старшей школе, и мне вставили протез в кость. Когда я вернулся в старшую школу, у меня все еще были костыли. Но на ноге не было ни гипса, ничего либо еще. Однажды я ковылял своей дорогой. В конце коридора заместитель директора остановил меня и спросил, что-то не особо похоже, что тебе действительно нужны эти костыли. Нет, чувак, я просто думаю, что с ними клево ходить. А не для того, чтобы я мог передвигать свои ноги. Однажды маленькая девочка подошла ко мне в продуктовом магазине, когда я был на костылях, и сказала мне, «Мне жаль, что это случилось с тобой». Это было очень странно и одновременно мило. Мой учитель химии настаивал, что электричество не было изобретено во время гражданской войны в Америке. Разговор выглядел вот так. В гражданскую войну электричества не было. Но ведь у них был телеграф, верно? Да. А телеграф использует электричество, верно? Ага. Значит, у них было электричество. В гражданскую войну электричества не было. Она предельно ясно выражала свою позицию. Она утверждала, что электричество не было изобретено. Да, не изобретено. Они не использовали. И никто не использовал электричество. Точка. А люди понятия не имели, что такое электричество. Когда я учился в средней школе, мой учитель химии продемонстрировал, как электричество разделяет кислород и водород на атомы в молекулах воды. Он собрал все необходимое, поместил водород в довольно большой стеклянный контейнер и закрыл его крышкой. Затем он задал магический вопрос. Если бы я бросил пламя в этот сосуд, что бы произошло? Огненный шар, ответил я. Он фыркнул, закатил глаза и посмотрел на ученика А, который преуспел только потому, что купил учебник учителя онлайн. Неправильно. Объясни своим детям, почему Джоуи. Умный парень Джоуи насмехался надо мной и легкомысленно сказал. Потому что ему нужен кислород, чтобы гореть. Да? Верно, ухмыляется мой учитель. В этом контейнере нет кислорода, поэтому пламя будет лишено кислорода. Я не мог поверить в их глупость и только покачал головой. Сделал я это ровно перед тем, как огненный шар поглотил лицо моего учить, выжигая его брови. Он так сильно откинулся назад, что перекатился через лабораторный стол и упал, вывихнув плечо. Я повернулся к своему другу и прошептал. Интересно, а знал ли он, что водород смешается ровно в ту секунду, когда он откроет контейнер? И именно так этот человек стал легендой. Во время поездки в лагерь с классом мы были разделены на мальчиков-девочек по понятным причинам. С нашими собственными ванными комнатами и душевой зоной. Поездка была классной, но с нами был довольно странный учитель. Одной ночью, пока девочки принимали душ, мой учитель, который был 50-летним старичком, решил, что будет забавно фотографировать девушек под душевой дверью. Разумеется, был большой конфликт, но тогда это было не важно. Сколько бы о нем ни сообщали, ничего не происходило. Слишком много было историй об этом учителе, который должен был пойти под суд. Был даже слух с потиранием внутренней части бедра студента в его машине. Он тогда еще пытался показать свой прибор тому парню, но и в этот раз ничего не произошло. Мой учитель порезал мне палец бумажной гильотиной во время демонстрации, пытаясь узнать, как безопасно использовать устройство. При этом травмирован был почти каждый ученик. В его защиту можно сказать, что теперь никто не будет возиться с бумажными гильотинами. Вопрос на тесте в начальной школе. Что такое тень? Мой ответ. Область с меньшим количеством света. Поправка учителя. Неправильно. Область без света. Эта история бесит меня почему-то. Как можно было сказать студенту то, что он неправ? Хотя на самом деле, когда вы смотрите под лежащий лист бумаги, вы видите темноту или затемненную область. Это даже не имело значения. Я получил пятерку на тесте, но это все еще чертовски раздражает меня, даже спустя много лет. Хуже всего то, что она была учительницей естественных наук в двуязычной школе. Так что многие дети, возможно, не знали точного определения тени раньше, потому что английский не был их родным языком. Она их просто научила неправильному определению этого слова. Учитель пыталась рассказать нам о том, как писать слово «спортсмен». Она написала его неправильно. Все записали это. Я продолжал смотреть на него. Это неправильно, не так ли? Я искал это слово в словаре, чтобы поднять руку и исправить его. Она смутилась и устроила мне разнос после урока, говоря, что я ее опозорил. Завела роман с 17-летним учеником, после чего уволилась с работы, бросив мужа и троих детей. Дети потом переехали и жили с отцом в другом городе. Бросила учебник в ребенка, который рассказал шутку про мать. Загубила свою карьеру. Я аспирант. Однажды вместо моего преподавателя решил провести урок я. Не в моей группе, это были первокурсники. Я объяснял другим студентам, как легче делать математические вычисления. Учитель, с которым я тогда параллельно вел урок, был их преподавателем еще до того, как я решил выступить в качестве замены. Она расстроилась и сказала мне, «Каждый твой метод был полезен в классе, но в реальном мире они должны делать это так, как учила я, а не твоими методами». Студенты переговорили между собой и сделали вывод, что мой способ вычисления был легче, чем их преподавателя. После урока она подошла ко мне и сказала, что была разочарована во мне, что в следующий раз преподавать будет она, а не я, и садится при мне на преподавательское место, наверное, пытаясь меня задеть этим. Так что в тот вечер я подготовил учебный план урока, изучая методы, преподаваемые в книге, и зазубривал все для большего профита. Через два дня наступает день совместного урока. Я начинаю объяснять студентам тему. Учитель пытался досадить мне, задавая вопросы, но я просто отвечал на них и продолжал лекцию. Прежде чем я успел закончить, она расстроилась и отправила меня в кабинет директора, как я думаю, просто от обиды. Когда я туда пришел, меня спросили, почему меня отправили в кабинет директора. Я сказал им, что пускай узнают это у того учителя, который отправил меня сюда. Директор вернулся и сказал мне, что я проявил неуважение к учителю, но все равно я добился того, что ее класс вел я. Вот она, справедливость. Я учитель, если ученик бросает мне вызов в классе со своим собственным представлением о том, как мы должны что-то делать, я реагирую примерно так. Вы очень хорошо рассказываете тему, из вас получится отличный преподаватель. Они занимают мое место, и я позволяю им вести урок. Во-первых, это самое интересное и захватывающее, что они когда-либо будут делать перед своими сверстниками. Пытаются донести свои собственные идеи, плюс класс всегда будет обращать внимание, что увеличивает их шансы усвоить тему. Мне нравится, что вы стараетесь занять учеников и позволяете им работать с собственными мыслями. Моя ситуация была преднамеренной в том смысле, что она пыталась заставить меня потерпеть неудачу, заставляя меня учить что-то, что мы еще не прошли. Я ценю обучение, я делаю все возможное, чтобы всегда стремиться к знаниям. И в этой ситуации я чувствовал, что она пытается затушить творческий процесс решения задач. Поэтому я пошел на то, чтобы провести урок под собственным контролем. Планируйте и готовьтесь к любым вопросам, которые могут возникнуть у студентов. В довольно молодом возрасте я понял многое из того, что другие считают в математике сложным. Но когда сложную математику разделить на шаги, она уже не кажется такой сложной. В восьмом классе девочка была известна своими длинными волосами. И, видимо, она никогда не стриглась. Ее учительница взяла ножницы и отрезала ей часть волос из-за этого. Как некоторые думали, она сделала это ради своего удовольствия. Да, ее уволили. Это случилось со мной в третьем классе. Из-за того, что моя заколка сломалась, я решил откинуть волосы назад. Учитель выскакивает с ножницами и подстригает мне волосы. Родители пошли в школу, меня перевели в другой класс. Неделю спустя она отрезает волосы еще одной студентке. Отец этой девочки просто взбесился и устроил скандал с учителем и директором школы. Учитель получила жаркую взбучку от руководства школы. Это было в 80-х годах в Колорадо. Я до сих пор плачу, когда думаю об этом. Я ходил в небольшую частную религиозную школу для детсадовцев. Мы рисовали птиц, выбирая сами карандаши. Я решил сделать свою птичку зеленой. И учитель почему-то стал беспокоиться о моем будущем. Она рассказала об этом моей маме. И моя мама не смогла удержаться от смеха и сказала «Птицы и рыбы могут быть практически любого цвета. Вы ведь знаете об этом, да?» Излишне говорить, что мои родители были просто шокированы поведением моего учителя. Кстати, а еще больше историй о школе ты найдешь в моем инстаграме. Понравилось видео, поделись им с друзьями. А также не забудь посмотреть другие треды. Смешные истории от людей с плохим зрением. Эпичные истории мести учитель получает по заслугам. Какие странные выходки учителей вы видели на уроке. Кстати, если хочешь подзаработать на создании контента и у тебя грамотный русский язык, то пиши мне в ЛС, в инстаграме или в дискорде. Мне всегда требуются помощники для создания контента для канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова